Ну, ещё раз добрый вечер всем. Рада вас видеть в эфире, потому что не представляется никакой возможности встречаться, часто тем более и регулярно. Но вот через эфир мы всё-таки вот благодаря Майклу, которому я должен сказать большое спасибо, мы имеем такую возможность. Вот агент Айфмитович в сегодняшнем письме меня попросил рассказать историю становления, с чего вообще началась ноосферная конституция, ноосферная ассамблея мира. Но я понимаю, что во времени мы все ограничены и постараюсь уложиться буквально такими штрихами, мазками, можно сказать, крупными, обозначить, как всё произошло и из чего, значит, это всё образовалось. Ну, начнём с того, что я занимаюсь уже более 30 лет, проблемы, связанные с ноосферными технологиями, включая социальные, потом технологии, которые можно было бы использовать в обществе и технические, ну и так далее. И вот в 1995 году я с группой единомышленников появилась в Государственной Думе в Комитете по экологии с очень необычным для них предложением. Мы предложили разработать так называемый закон законов, как его позже обозначили журналисты. И этот законопроект назывался «Об обеспечении энергоинформационного благополучия населения». Ну, какой-то депутаты сначала крутили уиска пальцем и говорили, здесь вам не тут, здесь вообще Государственная Дума, а не что-нибудь ещё. Но постепенно, в течение трёх лет, нам удалось всё-таки убедить их, что этот основополагающий закон, и что из него будет следовать целая серия других социальных, так сказать, законов, которые не нужно будет придумывать, а они будут как-то вытекать из этого самого закона. И в 1998 году мы провели глобальные гражданские слушания в Государственной Думе, где присутствовала вся Россия, но не партия вся Россия, а действительно от Запада до Востока были представители, и это были самые крупные парламентские слушания, которые когда-либо видела Государственная Дума. Это, значит, не мои, так сказать, слова, я просто цитирую журналистов, потому что приехали действительно очень интересные специалисты, озабоченные проблемами, которые стоят. И вот мы провели такие парламентские слушания, и рекомендация парламентских слушаний была продолжить разработку этого законопроекта. Ну, мы, естественно, обрадовались, что все так замечательно завершилось. А после этого произошли следующие метаморфозы. Значит, образовалась вот эта комиссия, значит, по борьбе с лженаукой, всем известная и пресловутая, которую возглавлял Кругляков. Они написали письмо Ельцину, что в Государственной Думе лженаука процветает, и законопроект положили на околку в Комитете по экологии Государственной Думы. Ну, и, естественно, он остался, значит, во всех архивах, и эти слушания парламентские, соответственно, тоже. Мне стало жаль наших усилий, потому что концепция, которая была разработана уже к приходу, в 95-м году, она действительно была замечательная, и мне стало жаль усилий и моих, и, так сказать, моих сподвижников. И я стала прекрасно осознавать, что в России это не пойдет, и что необходимо обратиться за помощью к международной общественности. Именно в связи с таким положением я стала создавать Носферную Духовно-Экологическую Ассамблею Мира причем, значит, с представительствами в самых разных странах. И вот к настоящему моменту Ассамблея имеет свои представительства на всех пяти континентах. Ну, и основная, как бы, идея этой организации, значит, Носферной Духовно-Экологической Ассамблеи Мира, это продвижение того документа, который уже был концептуально заявлен как основной документ, над которым будет работать Ассамблея. Ну, фактически написать мне пришлось самостоятельно основные статьи и статьи, но надо отдать должное, все представители самых разных стран мира после перевода Конституции на английский язык и на португальский язык стали использовать этот материал для того, чтобы эти идеи, ну, продвигать, что называется, в массы. Я знаю, что французское представительство, например, выезжали с проектом Носферной Конституции, когда была конференция мировых университетов в Дублине, и там восторженно была встречена эта идея. Я уже не говорю о том, что в 2002 году я лично была на саммите, на глобальном гражданском форуме, на саммите ООН, РИО плюс 10. Все вы знаете о том, что этот саммит состоялся в Южноафриканской Республике, в Яханасбурге, и вот там впервые я вывезла идею создания, значит, моносферной этико-экологической конституции человечества, и эта идея была поддержана глобальным гражданским форумом. Далее этапы, так сказать, перемещения этих самых основных моментов и статей моносферной конституции было таким образом организованы. Уже в 2005 году меня пригласили в Японию на Экспо-2005, где, значит, моносферная конституция была экспонирована в течение полугода, и сначала меня пригласило японское представительство в их павильон для того, чтобы презентовать этот документ. А потом, когда наш директор нашего павильона, кстати, наш павильон на Экспо-2005 в Нагое, в Японии, назывался «Гармонией новосферы». Я уж не знаю, кто подкинул эту идею, руководил научными направлениями на Экспо-2005, Велихов, и кто ему эту идею подкинул, я просто не знаю, но во всяком случае вот назывался наш павильон «Гармонией новосферы». И когда директор нашего павильона узнал о том, что в японском павильоне проходит презентация на Экспо-2005, он был страшно смущен, что российский павильон вообще понятия не имеет о том, что существует такой документ и что его нужно продвигать. Он созвонился со мной и сказал, что готов лично привезти стенд «Ноосферная ассамблея мира» для Экспо-2005, лично, значит, из Москвы. И «Ноосферную конституцию» экспонировать, ну буквально он выбросил какие-то экспонаты из такой вот витринки стеклянной и разложил там «Ноосферную конституцию». Должна сказать, что действительно на Экспо-2005 было представлено много «Ноосферных технологий», в частности, были представлены так называемые «умные дома», которые всплывают при наводнениях, не разрушаются при землетрясениях. Японцы стояли в очередях, чтобы проникнуть в наш павильон. Поэтому, когда мне предложили очередной раз уже в нашем павильоне сделать такую презентацию, это буквально через месяц после первой презентации, должна вам сказать, что один день на Экспо-2005, целый день, если занимала, скажем, какая-нибудь организация или фирма, это стоило миллион долларов. Ну, у меня от такого предложения, конечно, подкосились ноги, но мне сказали, что предоставят такую возможность, ну, как бы за счет павильона. Ну, радости моей не было предела, несмотря на то, что мне пришлось... Никто не спонсировал, как вы понимаете, никто, так сказать, никаких денег не выделял. Мне пришлось просто продать свой гараж и полететь для того, чтобы сделать такую презентацию. Презентация действительно произвела тоже очень хорошее впечатление. И целый день была презентация, значит, наосферной конституции и всех тех наосферных технологий, которые были представлены на стенде. После того, как проходила к концу уже эта выставка, тоже было, значит, принято решение о поддержке. Фактически на Экспо-2005 было представительство, по-моему, 190 стран мира. И поэтому, как бы, заключительный документ после нашей конференции, которую мы там устроили, был такой, что поддержать разработку ноосферной конституции, и это уже, как бы, вот глобальное мировое сообщество дает такую поддержку. Ну, понятно, что это было, конечно, очень значительным событием для продвижения основных идей. Следующим этапом по продвижению был, значит, а была еще такая международная конференция в Стамбуле, куда я тоже полетела, значит, с докладом по ноосферной конституции. Там были, правда, всего порядка 30 стран, но, тем не менее, поддержку. И впервые я расширила, как бы, определение ноосферы на базе работ Наримова, Козырева, и расширяю, как бы, и даю по Свернадовской определении термина ноосферы. Так вот, ноосфера, согласно, и это определение уже вошло во второй редакции Конституции, но Конституции, что это универсальное, то есть вселенское поле сознания. Да, значит, да. И вот это определение было одобрено в Стамбуле на конференции, в которой присутствовали представители ЮНЕСКО и ООН. И следующий этап, это опять очередной ООНовский саммит «Рио плюс 20» в Рио-де-Жанейро, это было в 2012 году, на которое я тоже получила приглашение, но, как вы сами понимаете, ООН не оплачивает вообще никаких, так сказать, приглашенных, ну, за исключением, может быть, я не знаю, да, по-моему, даже и депутатов никаких не оплачивает все, значит, оплачивает, как бы, та сторона, которая представляет страну. Ну, естественно, что, значит, как я сказала уже, опять же, никаких спонсоров не было, и поэтому пришлось опять организовывать каким-то образом, чудом каким-то я все-таки попала вместе с коллегами и на этот саммит «Рио плюс 20», и там был продемонстрирован видеоролик поддержки небесных братьев, небесных братьев, то есть с Международной космической станции. Космонавт Фёдор Юрчихин говорил о том, что наосферная этика экологической конституции человечества необходимо поддержать, потому что это документ, который будет способствовать преодолению системного кризиса цивилизации. Вот этот ролик был продемонстрирован на саммите «Рио плюс 20», и, опять же, выступление на глобальном гражданском форуме, причем в нескольких секциях мне удалось выступить, и, опять же, Конституция получила одобрение, и после этого саммита ко мне направилась группа, съемочная группа уже, значит, которая принадлежала Организации Объединенных Наций, и я дала часовое интервью, развернутое такое, по основным статьям Конституции, и, конечно же, самое главное, я сказала о том, что основная цель Конституции и продвижение этого документа заключается в том, чтобы были одобрены и приняты основные числовые характеристики киноосферного общества. Я настаиваю на том, что и вот во второй редакции эти цифры уже заложены в Конституции. Эти цифры не придуманы мной, они взяты из науки глобалистики, автором которой, отцом которой являлся Аркадий Павлович Федотов, который, к сожалению, ушел в 2010 году во время пожаров, которые задымили нам всю Москву, вот, к сожалению, мы потеряли такого ученого. Именно Аркадий Павлович дал те самые основные характеристики по сохранению и развитию цивилизации. Это индекс дисгармонии общества, это индекс, который определяет в цифровом варианте соотношение 20% наибеднейших слоев, наибеднейших стран, 20% богатейших стран и богатейших людей планеты. Вот этот индекс дисгармонии не должен превышать 10, в настоящее время он зашкаливает за 100. Затем индекс антропогенной нагрузки, он не должен превышать более 70-75 киловатт на квадратный километр. То есть при такой нагрузке на квадратный километр вся биота будет сохранена, но выше этой цифры все живое просто погибает. И еще один из показателей и индексов это распределение, гармоничное распределение природных богатств между членами общества. То есть мы настаиваем и в Конституции тоже, это на сферной Конституции записано, что богатства действительно должны принадлежать всем живущим на этой планете. Поэтому вот эти основные, ну там еще есть, так сказать, показатели, но вот эти вот основные цифры, именно на них должна, так сказать, базироваться любая, на мой взгляд, в Конституции любой страны. Потому что это научно доказано и выверено, и, собственно говоря, создание технологий, которые подтверждали бы именно вот эти вот цифры, вот эти технологии мы и называем науспирными технологиями, во всяком случае, по моим представлениям. поэтому вот здесь я абсолютно согласна с агентаем Ахмедовичем, который говорит, что да, действительно, все работы, все, что мы будем аккумулировать в МНКС, вот должны как бы подтверждать именно вот эти основополагающие цифры, заложенные в науспирную Конституцию. Если это будет так, то на самом деле мы сможем преодолеть вот весь тот негатив, который мы имеем сейчас практически в любом обществе, в любом государстве, в любой стране мира. И вот я заканчиваю, потому что я уже много говорю, вот это вступительная вещь. Вот основная цель и задача, как мне кажется, МНКС, это первая информационная поддержка всех направлений, касающихся анасферных технологий и прежде всего, конечно же, анасферной Конституции, это первая задача. Вторая задача, то есть информационная, да, и с помощью здесь, так я поняла уже, анасферной Конституции, наверное, сможем преодолеть и решить эту задачу. Следующая задача, это аккумулирование тех самых анасферных технологий, и дальше, как я говорю, не устаю говорить, кто первый встанет, того и тапочки, то есть кто первый, какая страна первая востребует все наши разработки, с теми мы и будем работать. Мы не будем говорить о том, что вот только Израиль спасет, так сказать, мир, да, и только Израиль, который якобы готов взаимодействовать, только вот для него мы будем эти технологии предлагать. Да нет, конечно же. Я считаю, что такие технологии, и мы уже говорили об этом с Николаем Пончишином, который собирается переговорить и передать эти технологии к будущему, возможно, будущему президенту Беларуси, с которым у него есть контакты неплохие. Затем мы сейчас выходим на прямые контакты с украинским руководством. Я, например, буду рада, если они тоже как-то заинтересуются этими технологиями. Затем я забыла сказать еще, я была на ЮНЕСКО конференции, точнее так, с представителями из ЮНЕСКО, я была в Ливане, и там, значит, тоже был мой доклад по Конституции, и там же на этой конференции присутствовал юрист из-за Сирии, из Сирии, который работает непосредственно с президентом сирийским. Мы с ним отдельно обсудили эту тему, и я сказала о том, что все равно Сирии нужно будет каким-то образом выходить из той ситуации, в которой она сейчас находится, и все равно нужно будет разрабатывать Конституцию, и я была бы рада, если бы, например, Сирия стала такой модельной территорией, где можно было бы отработать и на сферную Конституцию, и на сферные технологии. Так, я заканчиваю, иначе я действительно перебираю уже, и где у нас там, где у нас там ведущий программ, чтобы меня там ограничить? Я вас одно бы ограничил, но как-то президенту неудобно ограничиваться, служит более перебираю и на сферные книжки. Я могу вообще из графина в два раза. Понимаете, как у Звонецкого. Ре-ре-два. Наливайте из графина. Поэтому Люко Сергеев в этой книжке и на книжке кто следующий в 15-й странице? Ну, давайте, давайте Агита еще предоставим такого как продолжение фильмы, которые я дотронул. Слушаем вас, Агентарь. Здравствуйте. Рад приветствовать всех. Прежде всего, я хотел бы сказать о том, что я специально просил его Сергеевну немножко обратить, поделиться информацией об истории написания и представления новой Конституции. От себя могу добавить, что этим вопросом, то есть проблемой изложения Конституции как главного алгоритма развития государства я занимаюсь с 1977 года. Когда принимали последнюю Конституцию СССР, я ездил в Москву, поскольку здесь у нас в Казахстане на это считали нереальным или ненужным, и лично задавал твое предложение в ЦК КПСС о том, что исходное определение Конституции надо взять, определить как главный алгоритм развития государства. С тех пор эту тему веду, и поэтому она мне как бы родная и близкая. Я что хочу сказать, готовясь к этому круглому столу, я специально активизировал свое присутствие в сети на Фейсбук и размещал как только мог материалы. И думаю, это позволит мне немножечко сократить время и изложить все короче. Речь идет о чем? Речь идет о том, что помимо традиционного изложения такому содержательным, описательным языком, философским, скажем, правовым языком, как говорят, есть еще метод описания цифрового описания, то есть на языке символов математики. Речь идет о том, что мы, используя этот язык, мы сможем развернуть глобальную систему координат, разработать единые типовые статистические формы, создать банк правовых статистических алгоритмов и создать банк естественных эталонов, то есть природных эталонов. это те самые индикаторы, которые позволят нам определять отклонения от них. То есть в ходе практики те или иные государства, как правило, допускают отклонения или попросту игнорируют естественные эталоны, которые призваны соблюдать. это позволит нам контролировать поведение человечества, людей, народов и так далее. на сегодняшний день самой главной проблемой является на планете это то, что мир тонет во лжи и обмане. все это делается с корыстной целью. Вообще истинных эталонов и ориентиров никто не имеет и не считает нужным их иметь. в этом смысле я бы хотел обратить внимание как я называю эффект таракана. В свое время было засилие таракана в наших кухнях, общественных утверждениях и так далее и когда включаешь свет они все разбегаются. Сейчас они слава богу исчезли, так вот на сегодняшний день мы должны включить некий свет истины, научных истин, научных эталонов. четких выверенных алгоритмов поведения и тогда мы сможем противостоять этому злу, обмана, корости и так далее. Мы делаем мы живем сейчас в условиях когда все и каждый делает все чтобы укоротить жизнь друг другу. Обмануть, кинуть и так далее. В этом смысле то что было сделано до нас вот я имею ввиду историю ноосферной конституции это величайший вклад. Мы не на пустом месте начинаем. Речь идет о изложении конституции в новом цифровом формате и это откроет дорогу для математики. мир станет точным без точных измерений и оценки не может быть никакой справедливости в нашем мире. Поэтому что касается естественных эталонов она позволит буквально каждому из нас независимо от наших профессиональных интересов или сфер деятельности принять участие в этом формировании этого банка естественных каталонов. Поэтому работы нам всем хватит. У нас есть солидная основа причем она засвеченная застолбленная и скажем так это очень важно учить. И я хотел бы обратить внимание все наши планы все наши планы должны быть вытекать из тех целей и задач которые поставили наши учредители. мы не должны забывать что МКС создали два учредителя. Один как политическая организация важен нам я имею партию новый мир и ассамблею мира как общечеловеческой этической направлением деятельности человечества. Поэтому сочетание удивительно перспективное полное и мы должны мы просто обязаны одарить человечество конституцией в цифровом изложении. Вот у меня так благодарю Дарья Ахмедович очень рада что удалось подсказать очень приятно да вы нас слышали нет еще раз секунду да конечно очень внимательно я на всякий случай еще раз объявлю о том что у нас на линии находится восемь скажем так человек или команда восемь поэтому мы будем туда-сюда переводить тех которые будут выступать Любовь Сергеевна что бы вы хотели или точнее кого бы вы хотели сейчас услышать имейте ввиду друзья у нас 30 минут если можно Павел Хасимович вы готовы да пожалуйста конечно да да пожалуйста добрый добрый вечер уважаемые коллеги я представляю такую большую ассоциативную команду ученых и специалистов которые работают по всей стране по нашей России которые работают в целом на нашем шарике с 14 года эта команда ассоциативная конкретно обозначена как национальный центр проектирования культурной среды городских и сельских поселений которая учредила ассамблея народов России вот с этих пор так сказать мы работаем уже вот в рамках так сказать деятельности этой команды в настоящее время у нас есть целый ряд точек в стране это средние по Волжье это Тверская область это Тульская область Московская область это Урал это Дальний Восток это Сахалин ну и целый ряд других территорий сегодня это Карелия всегда в центре нашего внимания безусловно российский север Арктика поскольку мне практически всю мою сознательную жизнь пришлось заниматься проблемами освоения развития Дальнего Востока зоны БАМа арктических территорий всех северных территорий и так далее у нас интереснейшая история команды сами того не ведомы не ведая так сказать еще в декабре 68 года в средневоложском городе Пензе мы создали первый в Советском Союзе городской студенческий клуб он назывался городской студенческий клуб Татка и вот прошли годы и мы осознавая этот путь как бы исчисляем нашу надверную подвижку именно начиная с декабря почему потому что мы практически создали в городе того времени Советском Союзе самоуправляющую систему то есть мы создали систему местного самоуправления студенчества да нам конечно помогал комсомол нам помогала партия нам особенно не мешали мы делали много как бы правильных умных вещей но мы так или иначе определились с поиском совершенно как бы уникальных ресурсов которые до того не были использованы вот прошло время и мы эти ресурсы стали называть ноосферными ресурсами а в чем смысл этого подхода дело в том что до сих пор даже что уж говорить так сказать про те времена эти годы до сегодняшнего дня практически нет ни одного населенного пункта в стране деятельность систем местного управления самоуправления которых здесь делось бы на строго научной оценке и поиске ресурсов развития синтези здравого смысла и науки обязательным конвергентом проектирования и так далее и так далее а все это ничто иное как на самом деле насмерные технологии которые к сожалению не обозначены в системе местного самоуправления в системном или комплексном экономическом и социальном развитии территории и так далее и так далее вот это все вместе взятое подвигло нас на создание целого ряда научно-технологических структур при нашем студенческом городском самоуправлении которые практически ну можно сказать предвосхитили создание так называемых центров НТТМ которые появились уже в 80-е годы центров научно-технического творчества молодежи мы еще раньше их к этому пришли после городского студенческого клуба прошли годы мы уже стали учеными специалистами и мы создали клуб творческой молодежи городской клуб творчества молодежи который в свою очередь перелез в институт города это были ассоциативные команды которые на самом деле смогли определить целые ресурсы которые до того в городе не были задействованы и мы настояли на том чтобы городские власти разработали системный план развития города который на самом деле в итоге был разработан и утвержден а потом был БАМ потом был Дальний Восток потом был Север потом была Арктика и везде и всюду во всех структурах где бы мы ни работали присутствовали те люди которые ядро команды которые было в свое время заложено в Петре и вот уже периодическая организация региональный центр освоения развития Дальнего Восток и Зона БАМ штаб-квартира которая стояла в поселке Кунинг Тамара в Украине мы стали разработать первый в Советском Союзе Технополис причем японцы соседи и китайцы были страшно удивлены приезжали к нам гости постоянно интересовались чем таким интересом мы там занимаемся надо вам сказать что японцы в этом плане как вы возможно знаете еще в 1959 году разработали так называемую систему ЦУКУБА программа ЦУКУБА национальная программа согласно которой на восточном депрессивном берегу или побережье Японии предполагалось создать 19 технополисов которые должны были выступить в роли факторов системного развития этих территорий так вот мы пошли в этом плане дальше впервые в Советском Союзе и так сказать японцы именно на это обратили внимание мы ввели в научный оборот понятие техноэкополис мы даже как бы пытались экотехнополис говорить но в данном случае он был техноэкополис и вот это наша команда которая системно оценила ресурсы развития этой территории практически предусветила создание первого кластера это был не только локальный точечный технополис это была не только точка роста солнечного но это в итоге так сказать создалась программа инновационная программа техноэкополис Комсомольск Амурск Солнечный техноэкополис КАС вместе с этим моментом совпадает и другое мы как бы вдруг поняли что мы находясь в поселке Солнечном Хабаровского края являя штаб-квартирой вот этого регионального центра освоения и развития Дальнего Востока зоны БАМа по сущности являемся дальневосточным филиалом не существующего в Москве центра страны министерства по северу и мы стали инициатором создания этого министерства и нас поддержали и в конце концов в 90-м году был создан государственный комитет по социально-экономическому развитию севера а ваш форфорный слуга был сразу автоматически приглашен на роль его руководителя ну я сразу не поехал поскольку мне было жалко расставаться с нашей командой но через год меня как бы через партбилет все же вытащили и вот пришлось 10 лет работать в системе властных структур то есть я был первым заместителем министра вчера председателя Госкомсевера потом был заместителем министра региональной политики по делам национальности Российской Федерации так было до 2000 потом снова наука Академия наук и так далее что я хочу сказать чтобы очень долго не задерживать ваше внимание наша команда вот за эти практически 50 лет разработала систему конвергентного проектирования попросту говоря взаимодействия общественных естественных технических технологических наук попросту говоря междисциплинарный подход прежде всего в оценке системной комплексной конвергентной оценки ресурсов любой территории страны и любой территории земного шара где только на самом деле ноосферный подход где только на самом деле только ноосферные технологии могут дать адекватную оценку этим ресурсам поставить их на службу человека и сделать так чтобы именно гармоничное развитие устойчивое инновационное развитие легло бы в основу так сказать и концептуальной разработки и самоконцепции в основу программы а программа с обязательным так сказать используемой реального механизма ее воплощения здесь одной из самых центральных задач моментов если хотите факторов является обязательная системная оценка ресурса развития территории поэтому мы готовы как бы здесь объявить декларировать что есть ноосферные ресурсы развития территории ноосферные ресурсы ресурсы которые пока не учтены в динаме не важно какая это страна Россия наша Израиль Штаты Австралия Гренландия и так далее в любой точке земного шара есть естественно разумеется ресурсы ноосферного развития они должны быть поставлены на службу человека методики характеристики и так далее и еще один момент чтобы не много внимания вашего не так сказать использовать сегодня для нас принципиально важной точкой роста работы является работа с детьми мы этим занимаемся уже 3 года мы сознательно выбрали Пензенскую область территорию которую я хорошо знаю поскольку здесь когда-то родился и вырос вот через 40 лет я снова вернулся сюда и на берегу Сурского моря Сурского водохранилища мы взяли самую простую сельскую школу и в этой сельской школе создали музей и научный центр музей и научный центр природного и культурного наследия долины реки Сурый надо вам сказать что любая территория любой проект который мы за эти годы делали мы обязательно привязывали это к реке мы исходим практически ноосферной оценки ситуации которые в свое время разрабатывал знаменитый выдающийся русский ученый Олег Ильич Мечников жизнь рек вы наверняка знаете эти позиции так вот привязка к реке к структурному стержню который всякий раз является лакомой бумажки чистоты нашей жизни нашего бытия это безусловно ноосферный подход какова экономика и социальная жизнь людей на берегах такова река какая река такова и жизнь поэтому работа с детьми сегодня у нас переходит в кванториум систему кванториума страны мы проводим летние инженерные школы в этом году у нас была Арктика на следующий год у нас будет космос мы сегодня заняты разработкой космопоселения где на самом деле ноосферный подход ноосферный ресурс будет играть главную роль поэтому я здесь позиционирую и к своим уважаемым коллегам обращаюсь с предложением понимать нас как сложившаяся команда которая готова работать вместе с вами и как единое целое в любой точке страны и мира для разработки реализации ноосферных практических проектов спасибо спасибо Владимир Иванович если можно Майку да пожалуйста мы говорили неоднократно да я слушаю а я могу сказать да пожалуйста я на письме я всем разослал почту свое предложение оно состоит в том чтобы на наш этот стал институционально полноценным членом так сказать всемирного интернета надо совет сделать положение о нем функции задачи члены совета кто входит в члены совета какие возможности у членства в совете имеются и так далее то есть не просто мы собираемся в интернете для того чтобы повидаться и поговорить друг с другом а мы создаем определенно совершенно понятный всем орган для инициативной реализации ноосферной конституции которая называется неоконституция или этико-экологическая конституция человечества вот мое основное главное предложение теперь дальше на тему новой конституции я уже начал разработку двух спецкурсов это будут лекции сопровождаемые статьями и публикациями на тему лекций все они объединяются под одной все они будут объединены под одной крышей крыша такая продвижение ноосферной конституции под названием новая конституция всем известная вот на сегодня то что я могу сообщить конкретно теперь у нас есть журнал которым я руковожу в единственном общем-то лице присутствующие у меня под дипами силы возможностей это любовь сергеевна под дипами журнал называется наосфера общества человек любой туда входящий на этот сайт журнала найдет для себя по тематике наосферы макту интересных публикаций так что этот журнал надо рассматривать так же как эффективное оружие продвижения наших идей в том числе новой конституции пожалуйста пользуйтесь свободным доступом к образованию личного кабинета редактора автора публикуйте там свои работы что не сможете публиковать ну присылайте мне вещи я посмотрю может быть смогу помочь вот такое предложение второго рода и третье предложение третье предложение состоит в том чтобы попросить нанорос более продуктивно что ли поработать с энергетической подпиткой всех участников нашего совета у них есть эти инструменты они очень тонкие тонкая настройка но они энергию могут давать и у нас еще и Елена есть послушайте Владимир Иванович благодарю у нас есть Елена Свернова с нами в наших группе шесть человек психолог эзотерический психолог Елена тогда вы пожалуйста я приветствую коллег и у меня особенный поклон бесконечная благодарность как Любови Сергеевне с которой мы лично знакомы за ее просто подвиг в жизни поскольку она рассказывала как все это начиналось это это что-то невероятное я хочу поблагодарить Любовь Сергеевна за то что вам Любовь Сергеевна удалось под вот этими крылами буревестника собрать такую команду и собрать те списки людей которые присутствуют в нашей организации это списки действительно людей которые представляют из себя интеллектуальную элиту человечества сейчас из разных стран здорово я сейчас слышала наших коллег и слышала ваше выступление и действительно вы говорили в своих планах о том чтобы мы обращались к главам государств с тем чтобы они познакомились с конституцией и начали постепенно внедрять ее в свою работу но у меня я практически психолог у меня здесь есть несколько дополнительных предложений и может быть обратная связь я позволю себе сейчас занять позицию человека который защищает интересы простых людей снизу не тех которые интересуются высокой политикой или главами государств их отношения с другими главами и так далее это простые люди я сейчас работаю вместе с Майклом в общей команде мы работаем с международными группами из более чем сорока стран у меня в группах люди и когда я с ними сталкиваюсь как психолог практик я вижу у них слезы страдания непонимание того зачем они живут и массу тех тараканах о которых так здорово агентай рассказал вот эти тараканы они нуждаются в том чтобы их осветить в этом смысле мне бы очень хотелось чтобы мы все коллеги которые сейчас вместе здесь встретились чтобы мы все-таки вот этот цвет ноосферного движения мы его популяризировали и понижали от глав государства до вот этих простых людей которые страдают каждый день и не знают вообще что такое ноосферное движение они не понимают что такое что говорил Вернадский потому что это очень высокая терминология и сейчас мы здесь собрались люди науки и каждый так сказать представляет свою отрасль науки говорит своими терминами все это здорово вызывает глубокое уважение но с точки зрения вот этих вот страдающих людей и этого населения которые не знают куда идти как жить вот им как раз это не совсем понятно в этом смысле мне хотелось бы со своей стороны предложить у нас то идет эта программа мы работаем просто с обыкновенными людьми мы им рассказываем что такое общий разум общая душа то о чем Вернадский говорил но мы им рассказываем очень простыми популярными словами и проводим практикумы в которых человек может найти свой разум познакомиться с ним и как-то его так сказать увеличить и включить в общее поле вот пожалуй все что я хотела сказать мы с Майклом продолжаем эту работу и будем продолжать она очень очень востребована и я например считаю что вот Любовь Сергеевна большое вам большая вам еще раз благодарность дали цвет нового направления и мы очень надеемся Елена что получится у вас все таки поддержать все наши проекты ну давайте будем это уже конкретно тогда обсуждать и я очень надеюсь на то что вы примете наше предложение войти в состав концептуального совета от Новой Зеландии вот давайте сразу вот коллегам скажите что вы соглашаетесь я другого не приму то есть пора голосовать я за простите я живу на территории Новой Зеландии я гражданка Новой Зеландии гражданка России я очень хотела бы но я хотела бы все таки обратиться к Владимиру Ивановичу потому что он совершенно сказал мудрую вещь о том что нам нужно разработать совершенно конкретный план нам нужно понимать чем будет заниматься совет мне нужно понимать в чем мои шаги в чем моя ответственность это очень серьезная ответственность это международная работа это я прежде чем я скажу моими руками и ногами я за эту работу прежде я должна все таки понять в чем программа конкретная пока что я не обращаю положение было но никто не хочет никаких предложений дать в это положение меня вот это просто поражает я об этом делала рассылку вы считаете что только я смогу создать это положение дайте свои предложения я уже свои предложения кстати сказать изложила но дайте тоже выступали люди вот наши коллеги все кого я слышала фактически эти выступления являются предложениями только что это нужно и мы с Владимиром ивановичем все это закоммулируем и выдавим предложение пожалуйста у меня большая просьба коллеги давайте сделаем документ только после этого мы сможем голосовать за что-то абсолютно я согласна если бы хоть одно слово у меня было против нет давайте это сделаем пожалуйста у нас совсем со временем уже хорошо я передаю слово Майклу потому что мы с ним в одной команде я думаю что он так ну спасибо что вы передали мне слово уважаемое Елена Тимофеевна дорогие друзья у нас остается возможно минут 7 кто будет или будет Ларий Николаевич Лаха будет на нарос в составе трех человек я хочу еще раз напомнить дорогие друзья у нас первое такое заседание в рамках концептуального совета вот на этой платформе мне надо самому еще пару минут наверное вот но идет запись у нас у нас идет запись я записываю это поэтому вот эту запись нашего вот этого скажем заседания я отправлю всем абсолютно участникам те кто есть и те кого нету поэтому вы можете с этим ознакомиться и более так сказать в домашних условиях пересмотреть и проанализировать и сделать какие-то предложения Львов Сергеевна что вы хотите чтобы выступил на нарос или у нас есть вот Николай Николаевич кому-то на нарос конечно то есть именно на нарос поскольку Николай Николаевич входит так сказать партнером в эту группу тогда ребята у вас есть буквально пять минут да хорошо тогда скажем в общем тут много тоже говорили очень хороших вещей спасибо Львов Сергеевне спасибо Владимиру Ивановичу который дал хорошую подачу на наши технологии и вот такую скажем как такую хорошую аллегорию да что вот проводился такой эксперимент с мальчиком в комнате когда подвешивался банан сверху вот если он был слишком высоко банан на потолке то это было ну он не вызывал никакого интереса со стороны мальчика если же он чувствовал что он может до него допрыгнуть то он совершал какие-то действия выделял энергию силы для того чтобы этот банан достать вот то есть очень замечательные проекты чтобы мы выступаем как группа технологов группа разработчиков технологов и внедренцев и ну я считаю что мы можем стать как таким вот этим промежуточной ступенью между вот этими высокими ноосферными проектами и массовым сознанием людей потому что на стыке как наук физика и социальная сфера делаясь как наука социальная физика есть конкретные то есть измерения на приборе то есть это фактически как единая система измерения счастья можно сказать и даже мы предлагаем что можно сделать даже такое последствие будет заявление на уровне ООН чтобы ввести единую систему измерения счастья вот и еще там пару минут такую хотелось бы продолжить сказку про репку новая сказка про репку все знают что чтобы вытащить репку репка в нашем случае это как счастье необходимо сложение потенциалов всех участников бабка детка и так далее они позвали в конце мышку и репку вытащили но сейчас мы говорим система усложняется и мышки уже становится недостаточно необходим еще некий комарик а на крылышках у него заряды заряженные заряженный потенциал и только тогда мы сможем вытащить репку необходимы очень вот эти тонкие природные природосоциальные алгоритмы с учетом потенциалов людей потенциалы страны фактически это как мы стараемся сильно не углубляться на аудиториях но так как совет концептуальный я думаю можно сказать фактически это как связь с абсолютом с большим организмом вселенной через заряд через заряд это реально подтверждено практикой многолетней Дмитрий ведет очень обширную международную деятельность сейчас и в Латвии и на Бали вот может давай сказали пять минут просил пара минут скажу тогда соответственно Павел концептуальный сейчас обозначил я могу сказать да что все технологии которые мы много времени собирали разрабатывали усиливали уже более пяти лет мы внедряем социальных следов очень детально все это адаптировали к восприятию широкими массами людей и в школах опять же и в спортивных молодежных организациях и не только по России но и по всему миру и активно сейчас уже пару лет мы работаем соответственно в Литве у нас уже идут официальные соглашения Литва опять же Индонезия это Бали и кстати на Бали мы предлагаем мы уже два года строим этот центр а сейчас предлагаем совместно всем вместе включиться и недавно мы как раз на международном форуме визионеров в Литве вот буквально месяц назад предложили это была такая международная группа из Литвы Армении ну и из других стран еще были люди они все тоже поддерживают это сделать центр климатического баланса на острове Бали провести предлагаем переговоры то есть собственно тоже контакты есть как это можно делать и если это вам интересно давайте вместе это реализовывать то есть остров подходящий тем что круглый год туда едут со всего мира делегации различные да потому что он считается таким островом практик где много людей которые заинтересуются развитием любого уровня то есть по моим наблюдениям много где я исследовал смотрел где лучше всего практически положаться на сферные технологии на восприятие и где они уже являются актуальными для многих и собственно там наибольшая концентрация людей которые это практически понимают и готовы двигаться вместе что еще сказать по технологиям счастья так хочется это назвать по министерству счастья как Павел сказал единую систему измерения счастья можно владеть более сколько уже ну там 2010 года я исследую тему счастливого образа жизни мы являемся в России определенно самыми ну самыми сильными практиками по этой теме собрали больше всего сообществ людей и каких-то прикладных вещей в этом направлении поэтому мы готовы собственно технологически это тоже развивать дальше совместно Надежда может скажи да я еще скажу два слова Надежда Особинкова вот Любовь Сергеевна отметила Йоханнесбург где вот она выступала как представитель России и заявляла в том числе наш проект профилактика погодных аномалий или мы можем сейчас фактически предотвращать стихийные бедствия на огромных территориях что собственно вот я делала в команде с технологом и разработчиком этого проекта эклотерапии земли то есть вот то что сейчас заявила Грета на весь мир что же делать с климатом давно это известно что делать есть вот слаботочные технологии это работа с потенциалом земли и с потенциалом человека мы на практике стопроцентные результаты получали делали погоду для урожая Ставропольский край Краснодарский под Питером строительством Москвы работали и сейчас мы готовы армию климатического баланса вообще в каждой стране помочь организовать такую вот группу кстати передовых технологий по работе с климатом это реальная технология на базе научного открытия про СПС поэтому вот собственно все технологии у нас есть мы готовы вложить их все в международный ноосферный коэффициент актуальный совет и даже у нас есть очень интересная своя так сказать трактовка этого этой аббревиатуры как международный ноосферный коэффициент счастья или международный ноосферный коллективное счастье вот и могут проводиться МНКС международные ноосферные круглые столы эта аббревиатура усиливается еще и другими значениями вы вообще очень мастера большие все значит аббревиатуры мне тут сразу вспоминается главный очпукс нагул вот эти все определения вы просто специалисты по сокращению а так вот как-то сложилось действительно очень мощная аббревиатура и она с разных сторон как ни странно отвечает вообще всем так сказать возможным желаниям по-моему вообще супер аббревиатура МНКС должен быть только МНКС мне кажется конечно все что угодно еще описывает другая аббревиатура а это чтобы нас ни с кем ни с чем не путали мне так кажется друзья я прошу прощения мы должны завершить нашу программу у нас по расписанию мы сейчас находимся в комнате которая принадлежит ютюбу в данном случае у нас идет в центре сангейцы программы чем хорошо вот там где мы сейчас с вами находимся это то что во-первых записывается можно и по скайпу записываться но это конкретная программа которая соединяется с ютюбом и с моей точки зрения я поддерживаю в этом плане уважаемую Елену Тимофеевну Смирнову которая сказала что не они для нас как обычно считается почему-то сегодня а вообще-то говоря мы для них для них это имеется ввиду для нас потому что мы часть того самого народа и я абсолютно согласен с уважаемым агентом Каменем который сказал о том что к сожалению мир сегодня таков что гораздо больше темных сил чем светлых и вот наша задача все-таки через какую-то трибуну выйти на людей которых дезинформируют напрочь я бы так сказал даже зомбируют доказательства сколько угодно могу сам перевести 18 тысяч подписчиков это на ютюбе центра Сангейс школы познания Лена Смирнова является одним из преподавателей и вот мы уже давно перешли от слов к делу то есть сегодня существует в рамках в рамках центра Сангейс существует школа познания Лена Смирнова является одним из преподавателей преподавателей вот этой структуры международной проект «Школа познания», и мы конкретно имеем просто невероятное количество результатов, базирующихся на том образовании, которое проходит у нас в этой школе. С моей точки зрения, еще раз, я имею образование на трех континентах, вообще-то говоря, и если мы не придем, не будем каким-то образом соединять то, что рассоединилось уже очень давно, а всегда было, так сказать, две сестры, они назывались близняшки, неотделимые друг от друга, они назывались наука, а вторая – религия. Если мы не соединим каким-то образом хотя бы внутри этого, к сожалению, будет очень и очень сложно добиться того, чего мы хотим добиться. Давайте мы сейчас пока завершим вот в этот момент, а это будет, так сказать, первая программа вот такая, все уже знают, как туда прийти, в эту комнату, как соединиться, это здорово. И следующее наше заседание, вот мы выясним этот вопрос с Любовью Сергеевной, и мы тогда, естественно, соберемся еще раз уже, так сказать, после того, как мы просмотрим эту программу. Я хотел бы тогда поблагодарить всех участников программы, те, кто высказались, не успело высказаться, но мы продолжим обязательно. Мы хотим поблагодарить Майкла, и вот я от всех хочу поблагодарить, потому что у нас просто уникальные возможности, уникальный Майкл, который действительно имеет вот такой канал, и где мы можем соединяться как между собой, так и делиться открытой информацией, о которой говорил Владимир Иванович. Так что мы просто аплодируем Майклу, вот я лично, все, я думаю, аплодируют, и благодарим, что я сейчас каналу на сне. Спасибо тебе, дорогой. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Майкл. Все на связи. Спасибо, Майкл. Спасибо. Любовь Сергеевна, и вам. И вам, Владимир Иванович. Всем спасибо. Всем спасибо.